Вчера, вы знаете, прилетело в Дагестан БПЛА-2 аппарата, был переполох в Дагестане, то есть первый раз попали в Чечне, в Гудермес, в одно из зданий, якобы строившееся в центре, где готовятся наши воины для СВО. И вот вчера прилетело в Дагестан, город Каспийск. Значит, сообщение читаю из Царьграда ТВ. Я подобрал небольшую короткую подборку. Послушайте. Каспийск отбился. Враг попытался атаковать флот России в Дагестане. А про Дагестан и Каспийск поговорим отдельно. БПЛА-ВСУ впервые с начала СВО впервые. Как в свое время в Гудермес впервые прилетело, а до этого впервые прилетело в Моздок. Вот теперь добрались до Дагестана. Значит, и так БПЛА впервые долетела до Дагестана. Володая девушка получила ранение голени при попадании осколка сбитого дрона. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Плохая новость. Тем более, что осколочное ранение получила 16-летняя девушка. В дагестанских пабликах начали появляться рекомендации, как себя вести при атаке дронов. Надеюсь, группа радикально настроенных дагестанцев наконец поймет, что Палестина далеко, а своя война уже вот здесь, дома. Это по поводу событий Махачкалея в аэропорту, о которых я сегодня рассказывал. Прокомментировал террористическую атаку член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. В Дагестане после атаки беспилотника усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах, то есть очнулись. Как в Чечне очнулись, когда прилетела, так очнулись в Дагестане. В администрации главы республики заверили, что жителям ничего не угрожает. Морские ракетоносцы не пострадали после атаки украинских ППЛА. На этот раз повезло, пишет ТГ-канал, телеграм-канал «Сварщики». Царьград пишет дальше. Сегодня утром, то бишь вчера, над Каспийском впервые с начала СВО сбили дрон, сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов. Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за риска атаки беспилотников. И вот теперь уже реальная история. Мэр Каспийска Борис Гонцов объявил об ограничительных мерах, введенных в условиях прилета вражеских беспилотников. По решению городских властей в период с часа ночи до 8 утра будет отключено уличное освещение, чтобы мимизировать присутствие людей на улицах в ночное время, временно приостановленной работой некоторых дошкольных и школьных учреждений, включая 6 детских садов, а также Кадетскую морскую школу-интернат, которые находятся рядом с военной частью и заводом Даг-Дизель. На этих участках будут проходить следственные мероприятия, сообщил мэр. Непосредственно на земле живущий, работающий, который это все устраняет, то, что прилетело. Ну что тут сказать? Как всегда, не было ни разу, и вот опять. В Чечню прилетело, надо было меры принимать. Не приняли. Прозевали опять. Значит, в Татарстан уже до этого летало, в Осетию, в Северную, в Моздок, я уже рассказывал, и так далее. Я решил посмотреть. День республики Дагестан. Вы не знаете, когда он. Я вам расскажу. 19 января в крещение Господня большевики в 1921 году учредили автономную республику Дагестан. в крещение Господня. Представляете себе? Вот что творили люди. Дагестан в крещение Господня. Современный. Образован. Естественно, в этом году это выпало на Голгофу. Крещение Господня. Я, по-моему, видео даже записывал на этот праздник. Надо посмотреть. Потому что я в ночь на крещение родился. В этом году у меня был день рождения, как сегодня, в четверг. Поэтому я столько вам видео записываю. По 30 с лишним. 20, 30 и так далее. Такого никогда не было. Только в этот год, когда на четверг пришлось день рождения. Вот как сегодня оранжевый цвет. Цвет счастья. Энергия приедет. Понимаете? Так что целый год до 19 февраля 25 года Дагестану приготовится. Такие атаки будут повторяться. Это мой прогноз. Значит, и хотя будет воскресенье в 25 году выпадет, все равно приготовится до этих всех праздников бдительность, собранность и правильно делает мэр Каспийска. Каспийск сам образован с 17 сентября 1947 года. 77 лет в этом году город только-только отметил. Вот представьте. С 17 сентября Каспийск во вторник отмечал день преобразования в город. Это было поселение, поселок, а стал городом в советское время, после войны, 47-й год. Денежная реформа и прочее, кто помнит, из историков. Сам Каспийск был преобразован в город в среду. Иудин день, 30 серебряников, Иуда Искариотский, торговый и промышленный центр. И стал разрастаться и так далее и тому подобное. А в этом году, вот буквально 17 сентября, двух месяцев еще не прошло, вошел в год Марса, Ариса, бога войны, разрушений, конфликтов и завоеваний. Вторник. Вот и все. Вот и прилетело оружие. Огонь, смерть, пожар и так далее. Какие-то там осколки, разрушения и ранения. Девушка получила 16 лет. Кровь пролилась. Вот вам Арис, Марс, Каспийск. Во вторник. У вас был день рождения. Целый год Каспийск до следующего, 17 сентября, будет атаковаться дронами. Готовьтесь. И не только дронами. Это мой прогноз. Вот так надо смотреть, это все анализировать, сравнивать, что я и делаю. Будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны, жители Каспийска и всего Дагестана до января 19-го до крещения и Каспийску особенно, быть бдительным. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте, что вы по этому поводу думаете, как у вас это все там организовано, в Каспийске, в Дагестане, помимо борьбы с террористами, с экстремистами и прочее, и прочее. Интересно, сколько в Дагестане мул, у которых нет религиозного образования. Как вон в Таджикистане 5000 мул арестовал президент. МВД дал команду. У которых нет образования. Кто такой мула? Вот у нас есть такие проверки. У нас ведь нет единого исламского центра в России. Они все каждый сам за себя. Каждый в свою дуду. Вот когда у нас проверки будут, мне интересно. Что вы по этому поводу думаете? Жду на приеме, как записаться, прогноз сделать. Все указано, телефон тоже. Идем дальше.